Ребята, внимательно сейчас смотрите, какую глупую ошибку сделает статист в первую же минуту боя. Вот просто смотрите, куда он направляется и как же обидно сейчас подставиться. Вообще, ребят, на первый взгляд, данный бой кажется просто каким-то фантастическим и невероятным. Потому что после того, вот прямо сейчас, что сделает наш герой, после этого, казалось бы, для него бой уже закончен и дальше никаких шансов нет. Но то, что он придумает чуть позже, это гениально. Вот смотрим, сейчас наш герой выезжает, казалось бы, на классическую ЛТ-позицию, но немножко переборщил. Выкатился под прострел всей вражеской команды, потерял двигло, потерял боеукладку. Ему наярили на все хп и оставили вот буквально, сейчас еще получится, смотрите. Оставили 37 хп за первую же минуту боя. И казалось бы, вот здесь уже ничего не поделаешь. Все, бой перечеркнут. Никаких тактических возможностей что-то перевернуть наш пацан уже не имеет. Но смотрите сейчас внимательно, какую штуку придумал этот хитрейший просто статист дальше. Да, это еще не все. Бой для него не заканчивается. Он все-таки с позиции-то удрал. Он заехал в более-менее безопасную точку. И тут без двигателя, со сломанными баками, с поврежденной гуслей. И, ну, конечно же, даже уже без боеукладки пытается как-то жить. Вообще типичная ситуация сейчас в команде у нас складывается для карты Затерянный город, от которой у меня, если честно, бомбит одно место, когда попадаю на эту карту безумно сильно. Огромное количество союзников остается вот здесь в квадратах. Недавно я был в бою на этой карте, и вся моя команда, 4 тяжелых танка, я был пятый. Я поехал один сражаться в город. Все 4 тяжелых танка, пацаны, остались заразы на базе в кустах стоять. И как я не орал в чат, как я не щелкал там по карте, чтобы они поехали, что-то хотя бы гады сделали. Они так остались в кустах там стоять. Ну вот от этого, от Затерянного города, горит одно место максимально сильно. Вот из-за этой глупой тактики. Я не знаю, кто вам, пацаны, сказал, что на этой карте нужно стоять на базе. Но не делайте, блин, так. Особенно на тяжелых, мать их, танках, которые должны поехать в город и сражаться там. Там есть для этого позиции. Ладно, давайте смотреть. Ведь все-таки хочется побомбить, конечно, про эту карту. Сама карта такая бомбежная. Но все-таки мы с вами пришли посмотреть на игру Тайпа 62. И она, ребята, вас не подведет. Смотрите, что же дальше. Пацана 37 хп, светить, понятно, дальше никаких способностей он не имеет. Поэтому грамотным решением будет хотя бы оттянуться, попытаться назад. И пожить чуть подольше, поиграть уже в более дальние прострелы. Но союзная команда никак не дает нам такого шанса. Счет уже 3-5. Видим, что тяжей на центре довольно мало. И, скорее всего, сейчас вражеская орава вот эта через город продавит к нам на базу. Один из флангов уже полностью проигран. А это значит, что ПТ-хи и СТ спокойно отстреливаются у врагов по городу. Не давая нашим тяжам никакого шанса там сдерживать позиции. В чате, конечно же, как обычно бывает, уже начинается полнейшая ругань и нецензурная брать. Ладно, туда заглядывать не будем. Давайте заглянем все-таки, что же происходит дальше в бою. Наш герой откатился на такую позицию, чтобы вроде бы и просвечивать, но при этом в засвет не попадать. Такой пассивный засвет. Другой вопрос. Вот, ладно, у него-то нет ХП. Ну вот СТРВ-74 стоит. Фуловая. 750 ХП. Тоже вот в этих кустах зашкирилась себе на базе. И не собирается абсолютно вообще ничего делать. Наш герой хоть как-то пытается вот на Т-67 поехать. Пытается там кого-то выцелить. СТРВ же просто бросила это не царское дело и стоит себе дальше на базе в пустах. Вот мне кажется, почему-то 70% боев на затерянном городе проигрывает та команда, которая вот тупо остается на базе. Потому что все вот эти позиции здесь в пустах, они пересвечиваются на самом деле. Чуть-чуть поближе ЛТХ подъезжает и все. Все эти точки открыты под арту, открыты под вражеские прострелы. Безопасно и сейвово отсюда работать становится невозможно. Счет 4-9. 85-ка вражеская как-то слишком нагло, по-моему, решила выкатиться. За это и получает. Тут же наш герой делает несколько очень важных фрагов. Добирает Т-67, а затем и вражеского М7. Но ситуация в команде легче не становится. Союзники продолжают сдавать все абсолютно позиции. И наш герой абсолютно верно сейчас принимает решение, что дальше уже здесь на базе. В самой такой дальней точке на этом пригорочке находиться небезопасно. Поэтому логично отсюда будет делать ноги. Что сейчас мы и наблюдаем. Аккуратно по краю карты наш герой спасается бегством от позиции, которая могла сейчас стать для него последней. И делает еще один, наверное, тоже важный фраг. Добирает М4-А3-А2, который собирался просвечивать нас в ближайшие несколько минут. Стрв-74 стоит отдать ей должное, пока справляется. И даже удачно сохранил пацан свои ХП. Нужно выбрать сейчас позицию так, чтобы, во-первых, отрабатывать ползасвету Стрв из базы. Во-вторых, не попасть в засвет самому. В это время вражеский КВ-1С подтянулся к нашей базе. Походу пересветил сейчас Стрв-74. И артиллеристы, свое дело знающие, добивать сейчас будут последнего нашего союзника. А за ним еще и Т-25АТ там приехал. В общем, ситуация складывается просто катастрофическая. Т-25АТ штурмует последнего сокомандника и отправляет в ангар. Наш герой остается один против вот только что шести, уже пяти машин после того, как удается добить Т-25АТ. Напомню, вся эта ситуация после того, как в начале боя наш пацан уже фактически должен был заканчивать это сражение. Потому что тот самый ошибочный выезд нам еще очень сильно повезло, что вообще он уехал оттуда. Потому что, ну, его по всем правилам должны были там просто уже добивать и отправлять в ангар. Но каким-то чудом удалось удрать. Меняем позицию. Видим, что КВ-1С летит на полном ходу. Нужно его сейчас пытаться ловить. Но вот незадача. Снаряд не залетает. И мы в сосвете. И нужно сейчас как-то засейвиться от артиллерии. Удалось добрать Квасика. Но как бы сейчас за это не расплатиться своей шкурой. Очень удачно, кстати, подворачивается сейчас прямо нашему герою вот этот самый камень, за который получается спрятаться и засейвиться. Ну вот вопрос. У противников, помимо трех артиллерий, остался Лео, у которого 103 тысячи боев, пацаны. Вы только подумайте, какой же накатанный, блин, Лео. 103 косаря боев уже наиграл. И вот он стоит на центре. И к тому же просвечивает, пассивно даже просвечивает нашего героя, давая вражеским артоводам нереальный шанс сейчас закончить это все дело. Сейчас первостепенной задачей будет правильно выбрать кусты, так чтобы разбирать этого самого Лео, желательно не просвечиваясь в этот же момент для арты. Видим, что Лео, кстати, не АФК. Он движется к нам на базу. У него фулл хп, парни! И что сейчас наш герой планирует делать с этим мега опытным Лео? Это, конечно, вопрос. Откатываемся чуть-чуть дальше. Позиция вроде бы неплохая для прострела, но есть большая опасность сейчас засветиться после выстрела. Сразу же что и происходит. Опять приходится петлять, опять приходится как-то укрываться от артиллерии, которая, походу, то ли заснула, то ли вообще непонятно, что там делает. Столько моментов и шансов уже у нее было отработать по нашему ЛТшнику и закончить данный бой, что диву даешься, как она вообще еще не выиграла это все. Начинается захват базы, но на затерянном городе позиции для сбития, вот эти самые кусты, они известны. Сейчас посмотрим, сможет ли наш герой ими воспользоваться, вот это, конечно, вопрос. И напоминаю, на первой минуте боя потерял все хп и все еще живет и все еще подает надежду для своей команды на победу. Заезжаем в те самые кусты, которые славятся такой возможностью сбить верхнюю базу и при этом еще не подсветиться и начинаем наяривать по Лео. Ну вот вопрос. Лео, по идее, приблизительно догадывается, откуда по нему лупят. Это раз. Мы попадаем за свет даже. Не будет ли сейчас три артовода? Не будут ли они сейчас составлять, так сказать, опасность нашему герою в данном сражении? Меняем еще раз позицию, но лучшей точки для сбития просто нету, поэтому приходится возвращаться назад, сводиться на Лео еще раз и делать свое черное дело. Еще один дамаг, но сразу же попадаем за свет. Вообще не понимаю, что делают три коричневых. Посмотрите, они даже, вот вы видите, ни одного фугаса рядом с нашим героем нигде нет. Ой-ой-ой, аккуратненько. А то сейчас перевернуться в такой важный для накала момент было бы обидненько. Немножко отъезжаем в другие кусты, потому что, а вдруг артоводы проснутся и союзники правильно пишут в чате, что нужно пробовать через другой куст сбивать. Ну вот он Лео, прямо перед нами, стоит на базе, никуда не едет, такой беззащитный. И еще одно халявное сбитие просто отписывает наш герой. Как же, блин, ему сейчас везет. Это просто несравнимо. Я не знаю вообще, что делают три артовода. Лео откидывается, нам удается увернуться и... Есть! Минус Лео. Очень важный фраг сейчас. Но у нашего героя уже шесть фрагов, почти два косаря урона, но три артовода все еще в бою. И как сейчас к ним так тихо, незаметно подобраться, чтобы при этом не подсветиться? Чтобы не подставиться, что самое главное. Давайте посмотрим, в какую же тактику наш герой на этот случай приготовил. Вообще, не пойму, что делает. Что делает арта все это время? То ли прострела. Но у нее по-любому был прострел в эти кусты. Они в открытом месте полностью стояли. Ладно, давайте посмотрим, что же на самом деле там с артиллерией. Потому что гадать уже нет смысла. Бой идет к тому моменту, когда наш герой все-таки до арты-то доедет. И разгадка откроется, ребята, вам. Проезжаем аккуратно по правому флангу. Просвечиваем уголки все. Но артиллерии по-прежнему просто нет. Две минуты. Времени может уже не хватать даже на то, чтобы физически арту добить. Она могла разбрестись по всей карте. Но вот, смотрите, какой трэш, ребята, происходит. Все три артовода оказываются в одной точке карты. Стоят ровно на месте. Нам удается взорвать БК-грилю. Тут же быстро убегаем от двух других и спускаемся вниз, чтобы поменять позицию. Но сам факт, все три артовода, как так? Я в шоке с этого боя. Это какая-то ржака полнейшая. Как они так играют, я не понимаю. Ладно, ребят, пока вы смотрите финал боя, я вам быстро хочу напомнить, показать победителей нашего розыгрыша золота и премиум танков от бомбилки. Вот они сейчас на экране. Появляются их комментарии с игровыми никами. А в этом ролике, пацаны, будет очень важный для вас розыгрыш золота или даже премтанков. Для участия просто сейчас прожмите лайк. Подпишитесь обязательно на канал. Включите колокольчик в режим все уведомления и оставьте комментарий с игровым ником. И пишите, насколько же в шоке вы сейчас находитесь от того, что делает этот парень. Ну, ребят, серьезно. Я вот в который раз говорю, больше 75% зрителей не подписаны на канал. Вам 2 секунды спуститься под видос и прожать эту, блин, красную кнопку подписаться. Ну, неужели так сложно? Видосики же обалденные. Сражения классные. Всего лишь от вас нужно просто красную кнопку эту нажать подписаться на наш канал. Просто включить колокольчик. Это делов на 2 секунды. Прожмите. Ну и лайкос пацану, который, я не знаю, показывает, наверное, на первый взгляд, просто невероятный какой-то бой, потому что, ну как здесь можно было затаскивать? Остается 21 секунда. Два артовода все еще оба в бою. Начинаем раздамаживать. И они поворачиваются на нас. Сейчас будут стрелять. И может закончиться все поражением. Выезжаем на М41. Минус первый. Уворачиваемся от фугаса. Остается 3 секунды. И победа. Вот это бой. Вот это накал. Вот это позиции. Жмите лайк. Сейчас же, кто еще этого не сделал. Подписывайтесь на канал. Колокольчик врубаем. Итоги боя перед вами. Два других ролика тоже. Увидимся, ребят. Пока.